Добрый день, друзья! С вами Коно Дэн и это новости из мира YouTube. Первая и, на мой взгляд, самая важная новость. Евгений Баженов, Bad Comedian и представители компании Киноданс заключили мировое соглашение. И 24 июня в суде оно должно быть документально оформлено. По словам Евгения, он не пошел ни на какие уступки. Посмотрим, что же будет в дальнейшем с каналом Евгения. Я надеюсь, что теперь все будет хорошо. И его интересы не будут ущемлять, его ролики не будут удалять и не будут грозиться разобраться с его каналом. Евгений, мои поздравления, молодец. Продолжаем ждать и смотреть интересные ролики. К другим новостям. В штаб-квартире Всемирного Еврейского Конгресса новую политику YouTube назвали революционной. Далее цитата. Решение видеохостинга удалять антисемитские и неонацистские материалы – прецедент для других интернет-платформ. Так заявили в штаб-квартире Всемирного Еврейского Конгресса. YouTube становится более толерантным, принимает больше мер для того, чтобы категории никаких граждан не ущемлялись. Это хорошее начинание. Однако важно помнить, чтобы здесь тоже не было перегибов. Потому что некоторые представители различного рода категорий, граждан, меньшинств начинают требовать от YouTube несоблюдения созданных YouTube правил. В частности, прецедент, связанный с этим, произошел не так давно. Напомню, что некоторое время назад произошла, на мой взгляд, очень важная ссора между представителем ЛГБТ-сообщества, журналистом Мэйза и видеоблогером, у которого на канале более 3 миллионов подписчиков, Стивеном Краудером. Напомню, что Стивен Краудер допустил, ну вообще, очень неприятные и по большому-то счету недопустимые высказывания в адрес журналиста. Он всячески троллил его, оскорблял и принижал его достоинства, чего делать, разумеется, нельзя. Однако ролики были выстроены таким образом, что они, в принципе, не нарушали правила YouTube. При этом журналист собрал подборку вырезок из видеороликов Краудера, где были собраны все вот эти оскорбления в адрес ЛГБТ-меньшинств, и где Краудер троллил очень по-грубому, по-черному журналиста и потребовали от YouTube заблокировать канал Краудера. Однако YouTube отключил монетизацию с формулировкой, что такой контент не пригоден для монетизации, не соответствует правилам партнерской программы YouTube. Однако канал Краудера не был заблокирован, видеоролики не были удалены, поскольку они соответствуют правилам YouTube, в них не было выявлено нарушений. И в данный момент разгорается скандал ЛГБТ-сообщества с YouTube, и даже SEO YouTube, Сьюзан Ваджицкий, извинилась перед ЛГБТ-сообществом и подчеркнула, что да, монетизация на канале Краудера прекращена, однако нет повода для удаления видеороликов, поскольку они не нарушают правила, и YouTube вынужден придерживаться созданных им же самим правил, просит отнестись с пониманием. И также Сьюзан Ваджицкий заявила, что компания уважительно относится к представителям сексуальных меньшинств и хочет оказывать им поддержку, но, опять же подчеркнула, вынуждена соблюдать свои правила. Следующая новость. Глава Google признал проблему с качеством контента на YouTube. Возможно, вы знаете этого гениального, на мой взгляд, человека. Его зовут Сундар Печай, он является главой Google, он участвует в разработке самых важных стратегических решений компании, и действительно человек, который управляет миром информации. Так вот, он заявил, что YouTube не обеспечивает того качества, которое пользователи ожидают как от поиска, так и от других сервисов компании. Печай отказался дать оценку YouTube, но признал, что в этой вертикали компании сложнее определить качество контента, чем в поиске. Ну, оно и понятно. Если в поиске, во-первых, опыт работы намного больше у компании, и механика в поиске совершенно другая, в отличие от YouTube, где рулят рекомендованные видео, главная страница, где все строится на алгоритмах искусственных нейронных сетей. Другие критерии, другие показатели качества контента и другие, в общем-то, даже цели у компании. Далее цитата. Пока мы еще не совсем там, где хотели бы быть, YouTube активно работает над этим вопросом. Это сложная проблема, связанная с компьютерной наукой, а также горячая социальная проблема, потому что нам нужны лучшие рамки для определения того, что является ненавистническими высказываниями, а что нет. И как мы, как компания, принимаем эти решения в масштабе, и принимаем ли мы их правильно, не совершая ошибок. То есть, помимо качества контента, еще и очень важный вопрос, так скажем, социальной приемлемости того контента, который есть на YouTube. Ведь эти вопросы все чаще становятся причинами скандалов на YouTube. Вспомним еще 2017 год, где разгорались первые скандалы на платформе YouTube, которые привели и к оттоку рекламодателей, и к потере монетизации, и к массовым банам каналов, в том числе и необоснованным. Тогда скандалы были связаны с детским контентом. До этого были скандалы, связанные с террористическим контентом, с контентом пропагандирующим неравенство, экстремизм и так далее. Сейчас нарастает тренд скандалов в ЛГБТ-сообществе и скандалов, связанных с различными отдельными группами граждан. И естественно, YouTube вынужден принимать меры, чтобы избегать этих скандалов, потому что они бьют не только по репутации YouTube, но и по доходности как компаний, так и авторов. И демотивируют сообщество, что тоже немаловажно. Следующая новость. Вьетнам просит бренды прекратить тратить деньги на рекламу в YouTube, называя его пропагандистской машиной. Вьетнамские законодатели решили, что им нужно взять сообщество YouTube под свой контроль. По крайней мере в рамках отдельно взятой страны. Более того, что на мой взгляд является прецедентом, Вьетнам уже заручился поддержкой банков и других государственных организаций, для того, чтобы контролировать поступление денег на счета видеоблогеров, которые они зарабатывают на YouTube. Ну и естественно контролировать медиасети они вряд ли смогут, в этом собственно и плюс. А вот если деньги приходят из Google, из YouTube, можно вполне себе взять под контроль. И монетизация будет разрешена только каналам, которые официально, как там заверяют представители вьетнамской власти, официально сертифицированы и одобрены. Вот так вот. А в целом же Вьетнам считает, что на YouTube и в Google распространяется огромное количество пропагандистских видеороликов. И это в общем-то ведение антигосударственной пропаганды, которой не должно быть. По этой причине Министерство информации и коммуникации Вьетнама объявило, что такие бренды, как Samsung Electronics, Huawei, Yamaha, покупают рекламу на видео, которая содержит незаконный и вредоносный контент. Вьетнам призвал бренды отказаться от такой практики и поставить под контроль видеоблогеров, которые вещают на YouTube. Уже соответствующее заявление направлено в YouTube. Более того, Вьетнам затребовал предоставить список всех вьетнамских каналов и видеоблогеров. Следующая новость. YouTube представил каннский рейтинг самых популярных рекламных видеороликов за год. YouTube постоянно анализирует рекламу, ее эффективность, интересные приемы, которые повышают вовлечение целевой аудитории. Так вот, что у нас на этот раз? Были проанализированы самые просматриваемые за последний год рекламные ролики. И YouTube выделил тренды, среди которых технологичность, эмоции и привлечение звезд. Давайте несколько подробнее. Оптимальная длительность, по мнению YouTube, для рекламного ролика – 1 минута и 46 секунд. Первые три места занимают рекламные видео из Бразилии, Египта и США. Что касательно привлечения звезд. В видеороликах отметились Харрисон Форд, группа K-pop Blackpink и персонажи из мультиков Lego. Что касается эмоций. Эмоциональные ролики часто вызывают живой отклик, это неудивительно. В качестве примеров, Bosch использовал в рекламе юмористическую музыкальную пародию, а бренд Nike рассказал мотивирующие истории. Ну, в спорте часто рассказывают мотивирующие истории, и это работает. Что касается технологичности. Apple и Samsung ставят в центр внимания свои продукты, обращаясь к потребностям аудитории. Ну, блин, странно, если бы было иначе. Следующая новость. Google убрала Google Play Movies и TV с платформы Daydream VR. Это VR-платформа, одна из многих, в общем-то. И пользователям данной платформы волноваться не стоит, потому что эти же все приобретенные фильмы и другой контент остаются доступны в приложении YouTube для этой платформы. Просто два приложения, по сути, конкурировали за одну и ту же базу медиа-контента. Теперь эта ситуация исправлена, она разделена, и, в общем, все нормально. Дальше. В игре Just Dance 2020, которая выйдет в скором времени, как обещаются, добавят танец, который был показан в клипе на песню с KBD группы Little Big. Little Big, Илья Прусикин, молодцы. Делают очень прикольную музыку, на мой взгляд, которая нравится далеко не всем, но, тем не менее, это очень такое примечательное явление современного YouTube. Вот теперь они засветились и в игре. И уже презентация была показана на выставке E3 2019. Крупнейшая компьютерная выставка. Далее. Social Blade завершил стрим, который продолжался много-много времени. Это легендарный стрим, во время которого соревновались три канала. Это PewDiePie, его автор Феликс. Вы его знаете непременно. Это T-Series и Music. Кто первый наберет 100 миллионов подписчиков? Как вы знаете, победил T-Series. Стрим был завершен. Более неактуально. За все время стрим набрал непрерывного просмотра 5568 часов и более 38 миллионов просмотров. Новости творческой студии на YouTube. Возможно, вы уже видели, что все авторы получили уведомления о том, что на этой неделе новая творческая студия на один день станет доступной открываться по умолчанию, для того, чтобы авторы смогли оценить все новшества и те интересные решения, которые были применены, и попользоваться полноценно этой самой обновленной творческой студией. Соответствующее уведомление доступно, если вы его еще не закрыли в панели управления вашего канала. В комментариях прошу написать, вы уже перешли на новую творческую студию или пока пользуетесь старой. Я пока предпочитаю старую, она мне более понятна, более привычная, но и в целом я довольно консервативен, чтобы вот так вот брать и переходить на новую. Вот такие новости из мира YouTube на сегодня. Если у вас есть интересные новости про YouTube, пишите в комментариях под этим видео. С вами Конан Ден, мы говорим про YouTube. Подписывайтесь. Пока.